Всем доброе рабоченедельное утро! Доброе утро! Мы готовы к трудовой обороне бомбить. У нас два часа записать ролики. Ну, уже не два часа. Потому что мы идеи там придумывали, накидывали сначала. Знаешь, самое трудное — это вот придумать идеи. И то, и то самое трудное, на самом деле. Ну, это понятно. Смотря какие идеи. Если придумал не сильно трудные идеи, то труднее придумать. Чем снять? Если трудные придумал идеи, то как бы и снимать не так легко. Вот. В общем, да. У нас всё поминутно. У нас осталось сейчас 10.24. Мы до 12 планируем записывать. Полтора часа у нас ещё. Полтора часа. На бомбин. На бомбин. Ну, у нас нет времени, раз это, знаете... Да-да-да. Мять там. Вот. Поэтому всё будем делать быстро. Потом надо ехать по делам. Да. Дети у нас в саду и в школе. А что мы вчера недорассказали, что мы там придумали, мы расскажем попозже. Ну, сейчас некогда. Да, сейчас просто некогда рассказывать. Мы не скрываем. Мы не создаём интригу. А-а-а. Просто сейчас некогда рассказывать. Поэтому вот, просто включили камеру. Пока Таня теперь завтрак прибирает. Угу. Вот. Мы тут своё кофе не допили. Видите-ка, у меня огромная теперь кружка для кофе. Пить не перебить. Ну, тюльпанчики, смотрите, как раскрылись. Бутоны большие какие стали. Кстати, что-то мы даже никакой ролик с тюльпанами не записываем, да? Надо подумать. Надо подумать, пока тюльпаны живы. Да. Тикток тюльпаны. Что если они не отснятые, да? Да. Это несерьёзно, несерьёзно. Серьёзно, конечно. Так, ну всё, работаем. Всё. Мы работать, поэтому потом чуть поснимаем. Иди давай быстро краситься. Ну, у нас уже полчаса осталось нам времени на съёмку, если следовать нашему плану. Мой жёлтый чемоданчик любимый. Да. Хочется его на какой-нибудь пляж отвезти. Да. Выгулить, да? Сейчас такие были классные ролики, что не могу. Надеюсь, что они получатся. Да. Их ещё надо смонтировать. А сейчас будет... А сейчас будет... Ужастик. Ужастик, да. Готов защищаться от злых пауков. Как раз таки, да, планируется быть пауком. Пусть здесь сейчас. Да. Как и обещали, едем по делам. А мы обещали. Ну, мы с утра говорите потом то-сё, потом всё по-расписано там. У нас всё расписано, а мы всё здесь чики-пуки. Словар на запас. Не густой у этих блогеров. Да ладно. Поговорил тот, кто первый раз включил наш контент. Контент. И подписался сразу же на нас. И сразу же подписался, да. На наш семейный влог. Залихватский, да? Залихватский, да? Залихватский, весёлый, самый интересный на русскоязычном пространстве. А то и на мировом. Весна, вот посмотрите. И у нас и настроение другое. Сразу, да? Хандрадит. Мне кажется, у нас сейчас и влоги будут другие. Совершенно. Да. Поэтому вы приготовьтесь. Много смеяться, улыбаться. Да. Попкорн запаситесь. Да. Так что наступила весна, лето. Это наше любимое время года. Это наше любимое время года. Конечно, затяжная... Затяжная зима нас захандрила. Но всё, мы собрались, волю в кулак. Так, подожди. Мы собрались и уехали. Кстати, о том, как мы уехали. А мы уедем. А мы возьмём и уедем. Ну как уедем? Уедем, конечно, не туда, куда хотелось бы прям совсем-совсем. Но мы решили устроить себе московские каникулы. В общем, у Вики каникулы. А мы что-то в этом году такие. Не едем зимой на юга, на пляжи. Вот. Ну, зато когда у Вики каникулы, мы куда-то едем. Мы куда-то едем. В этот раз мы решили слетать в Москву. Да. Мы купили вчера билеты, кстати, да, уже говоря. Купили билеты. Билеты у нас на кармане. Так что у нас в конце следующей недели мы улетаем на несколько дней в Москву. Там у нас уже примерно планы такие намечаются. А это... Ну, об этом как-нибудь в другой раз. Ну да. Мы там хотим туда-сюда сходить, в общем. Ну, такое... Детская Москва, короче. Детская Москва. Ну и, может, полувзрослая такая. Не, ну взрослые как бы с детьми едут, поэтому... Взрослые никуда не денутся. Половина детей, половина взрослых. Да. Да. Вот. Это про что мы хотели сказать. Да. Ну, что мы у вас решили. У нас будет. О чем, Тома, да? Да, да, да. Вот. Да. Решили, что-то надоело. Да. Сидеть хочется. Измена обстановки. У нас скопились и мили. Представляете, мы купили... Чисто на мили билеты. Чисто на мили билеты. Брали самые дешевые. Это так круто, чисто на мили купить билеты. Да. Несколько лет купишь. Тут же практически бесплатно лететь. Ну, по факту кажется, да? Ну, по факту кажется. Ну, по факту, конечно, накопились. Но они же накопились. Да. Вот, так что и даже там еще осталось немного на Hotel. Даже чуть-чуть на Hotel, да. Мил. Поэтому мы используем мили и добавим налички. Да. Вот. Так что... Если мы остановимся на том хотели, на котором мы вроде как остановились. Ну, да, мы еще подумываем. Но еще ни хотели нет. Мы еще хотель не решили какой. Не решили какой. Ну, уже вроде как решили, но еще не забронировали. Как-то так, да? Все запутано у нас. Решили, не решили. Мам, какая манья. Ммм, как вкусно. А мне достанется? Конечно. Вот такая. Стоп, 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 стоп. Давайте постепенно. Мне любую. Папа, ты какую хочешь? Любую. Какую мне жалко. Я хочу попробовать. Какие болезни здесь все большие, да, получается? Крупные. Максим, каждый возьмет. Не переживай. Он за папу переживает. Как ты не переживай, да? За папу. Мы с Максимом дарили вчера, да? Позже вчера. Или вчера? 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 Вчера было? Как давно, кажется. Здесь так лёг. Насыщенные дни. Угу. Хочешь тоже. Кажется, что это было несколько дней. Насок. Вкусно? Угу. Вкусно. Вкусно. Сейчас пойдём мыться и спать. Не понял, какой мыться, не понял, какой спать. Вот такой вот. Вкусно, вкусно. Всем ещё раз приветик. Всем здрасте. Ты что, на телефоне смотришь? Я смотрю, как мы входим в экран. О, а что на это лицо красное? Что ты делаешь? Не знаю. Лицо красное. Ну, это освещение такое. Да я просто... Ну, как он сказал. Это освещение такое. Нормально всё с лицом. В общем... Ну, нормально мы смотрим. Мы продолжаем... Нормально? Ну, всё хорошо. Мы продолжаем планировать нашу мини-поездку в Москву. Вот. Сейчас вот прилегли, чтобы выбрать отель. Так перестань смотреть на себя. Я бы что-то тебя смотрела. Да ладно, не бри. А что не бри-то? В общем, посмотрим отельчики. Ну, вот. Решили, что нам надо ехать с детьми. Что нам надо ехать с детьми, да? Нет. Не так толкать. Ну, что мы едем с детьми, это мы сразу решили. Вот. Решили, что надо нам четыре звёздочки и выше. Поэтому вот смотрим что-то более-менее приличное из четырёх звёзд. Ну, четыре звезды – это, в принципе, прилично. Если это речь о настоящих звёздах, непонятно кем нарисованных. А ну, как бы, четыре звезды – это хороший отель. Вот. В целом. Всё, я и не говорю. Да. Вот. Пока у нас... Пока у нас несколько выборов. Да, но при этом даже в четвёрках ценник разнится. Разнится. Существенно по цене. Не, ну, просто где-то есть бассейн, где-то нет. Где-то комнатку, допустим, 25 метров на четверых, ну, предлагается. А где-то только там от 50 метров, от 40 на четверых. То есть, сразу ценник другой. А нам, как бы, знаете, три раза переночевать, ну... Нет, это, конечно, хорошо, когда есть отдельная комната, и всё... Ну, вопрос цены, он никуда не девается. И поэтому лично моё мнение, что, ну, как бы, 25 метров в нормальном отеле нам вполне хватает. Да, ну, бассейн тоже хочется. Да, ну, вот, что-то, это азимут, да? Угу. Да, вот, бассейн есть. Ну, как бы, да, потому что едем с детьми, и вроде как мы всё равно не будем километражи нарезать. Это вот мы вдвоём встанем, можем с утра уйти, и вечером вернуться никакие, знаете, ноги. А дети-то столько не будут ходить, тем более это не лето. Угу. Не лето, любимка. Вот, так что это весна. Какую-то ерунду несёшь. Не лето, не лето, любимка. В общем, это весна, и надо так, чтобы и в отеле тоже можно было провести какое-то время. Ну, не в этом суть, конечно. Ну, не в этом суть. Да, в общем, нам азиму-то вроде подходит, но, падла, он не даёт маленький этот... То есть нормальные номера, но он не даёт их забронировать. Точнее, непонятно, вроде там, даёт, не даёт. Он пока, типа, втроём можно в этот, а вчетверём только вот в этот. Там в два раза дороже сразу, из-за того, что там четвёртый человек. Да мы как бы, извините, все на одну кровать большую, там, кинг-сайз завалимся. Даже если их будет две, возможно, мы всё равно будем спать на одной. Это ещё детей надо уговорить там спеть в разных местах, в другом месте. Поэтому для нас-то как бы нормалёк. Вот, что мы ещё планируем по поводу досуга? Да, по поводу досуга. Досуг хочешь обсудить? Да. Ну, я хочу этот, как его... Новый парк. Новый парк хочу. Как он называется, забыла? Кораблик хочу. Как парк называется? Да я чё помню на досуг. Ну, в общем, там какой-то... Вот кто, москвичи, напишите нам про новый парк, вот парк детских развлечений. Типа, самый большой в Европе закрытый парк, ну, развлечений, не знаю. В общем... Ну, мне кажется, он должен быть нормальным. Ну да, но тем более он новый, я так понимаю, не так давно открылся. И мы раньше про него не слышали. А, вот сказали, что он там есть. Вот. Вот, там что-то несколько локаций, там деревня Смурфиков, там отель Трансливания, там что-то ещё. Ну, то есть, прям целая, там, Снежная Королева, там что-то вот такие вот это там с представлениями. Ну, то есть, на сайте посмотрели, прикольно, прикольно. В общем, если что, вы это увидите. Что я хотел сказать ещё? Ещё кораблик. Кораблик, вот они заикнулись уже. Мы вот сколько раз в Москву ездим, всегда... Это наша традиция. Это наша уже традиция на кораблике, флотилия Рэдисон, прокатиться. Посидеться, покушать. Ну, прикольно, что ты покупаешь билет, и туда входит столик, ужин, всё как бы там, ну, прям нормально так можно это. И при этом ты реально вот смотришь на Москву. Классно. Классно прям. Это очень классно. И корабли такие вот с витражными окнами, как бы там в пол. То есть, они прям, ну, сделаны прогулочные, а на то стоит. Это вот не просто... Не, ну, ты даже в кафе придёшь покушать, а ну, так же отдашь. Ну, ну, и здесь ещё ты просто придёшь по реке. Как бы, да, и классно. Вот, это то, что... Это обязательно программа. Два пункта обязательно программа. Не, ну, обязательно программа ещё сходить на Красную площадь. Ну, это я почему-то даже не обсуждал. Это вообще, мне кажется, через час после приезда в Москву ты оказываешься на Красной площади. Ага. Вот. Поэтому такие вот у нас планы. Сейчас будем пытаться определиться с гостиницей. Это не обязательно определиться. Ну, не факт, что сегодня мы определимся. У нас всё время есть. Да, я так думаю, что Москва вряд ли сейчас забита туристами, посетителями. И, я думаю, отелей... Мест в отелях пока достаточно. Вот. Ну, что? Немножко рассказали. Если есть вопросы, задавайте. Если есть предложения, и можете сказать, а ещё круто то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то. Ввиду, что у нас мало дней. Да. Что у нас мало дней. У нас дети, которые не нарезают километры, потому что они реально быстро устают. Ну, да. И погода. Кстати, погода. Ну, я очень надеюсь, что погода всё-таки будет теплее, чем её пока обещают. Потому что пока обещают там один градус. Я не хочу один градус. Ну, что-то в районе нуля. Ну, типа у нас и здесь сейчас так. А то, что за дела? Почему в Москве через неделю будет так же? Да, практически не через две. Не серьёзно, не серьёзно. Ну, может изменится. У нас же без метео он такой. Ну, я думаю, что он просто показывает, типа усреднённо. А потом будет аномальное тепло в эти дни. Вот тепло, он станет аномальное тепло, когда он приедет. И всё будет отлично. Вот так вот. Ладно. Пока-пока. Пока.